Привет, друзья! С вами YouTube-канал Садового Центра Арония. И сегодняшний короткий очерк я хочу посвятить, собственно говоря, этому растению. Арония, или черноплодная рябина, это достаточно крупнорослый кустарник. Вот взрослый куст, его высота примерно 2,5 метра. И, соответственно, ширина, которую он притеняет, метра три. И снизу вы видите большое количество молодых прикорневых побегов. И если за этим кустарником, соответственно, регулярно не ухаживать, то достаточно быстро он придет в такой вот довольно запущенный, заросший вид. Кроме того, он имеет особенность пускать подземные побеги, то есть постепенно занимать площадь вокруг себя и под саду. С этого куста собралось примерно полтора ведра ягод, с учетом того, что он довольно старый, у него довольно плотное плодоношение. Но при этом он неухоженный и, занимая довольно большой объем, имеет относительно небольшую продуктивность на единицу своей площади. А вот эта же самая арония, привитая на штамп из рябины обыкновенной. Возраст этих растений примерно такой же, как у того куста, в районе 10 лет. Но при этом крона очень компактна, это своего рода получается небольшое зонтичное дерево. И что примечательно, очень высокая плотность плодоношения. То есть вот здесь некоторое количество растений остались неубранные. Сегодня 1 февраля, ягоды на них до сих пор висят. И где-то по полдодра с каждого такого деревца ягод вы соберете. При этом оно не будет занимать место внизу, не будет пускать корневой и прикорневой поросли. И вы можете расположить в любой точке вашего участка, где вы будете ее видеть. Она не будет мешать ни газону, ни цветам под низом, ничему другому. Кроме того, после прививки на штамп рябины, арония приобретает более крупный размер ягод. И вкусовые качества становятся более приятные. Мягкий вкус появляется, терпость немножко уходит. Ну и ягоды, как вы видите, висят до сих пор. На обычной кустовой аронии у них достаточно быстрый период, в течение которого они начинают вять и сыпаться. Эти, конечно, сейчас уже тоже подвявшие. Но еще в ноябре они были вполне тугие, гладкие, хорошие. Их можно было ходить, собирать и есть. Ну или варить варенье. Этим этюдом я хотел акцентировать ваше внимание, что даже обычные плодовые кустарники, привычные нам, привитые на штамп, меняют не только фактуру и темпы роста, но и вкусовые качества своих плодов. И могут выступать и как декоративные растения. На этом я с вами прощаюсь. Пока, до следующих встреч.